Обличение лжеучения сектантов. Кассета третья. Об иконе почитании. Святой Григорий Низкий говорит об изображении принесения в жертву Авраама Масаака. Таковая икона, при взгляде на нее, всегда вызывала в нем слезы умиления. Он же говорит об иконе великого мученика Феодора Тирона и об иконе Христа. Страница тридцать девятая. Святой Амбросий Медиаланский, говоря о бывших ему видениях перед открытием мощей святых мучеников Гервасии и Протасия, свидетельствует, что при этом являлся им апостол Павел так, как он изображался на святых иконах. Письмо тридцать третье. Святой Григорий Богослов говорит, ангелам свойственно быть светоносными и сияющими, когда изображает их в телесном виде, что почитает символом, знаком естественной чистоты. Часть вторая, страница 268. Леонтий Неапольский, опровергая евреев, обвинявших христиан в почитании святых икон, отвечал им. Ликом, иконам, образом святых мы поклоняемся не так, как богам. Ибо если бы мы поклонялись как богу иконному дереву, то, конечно, стали бы поклоняться всякому дереву. И хотя бы лик, с какой иконы стерся, мы не предавали бы ее огню, как часто делаем. Мы, христиане, телесными устами целую образ Христа или апостола или мученика, душою или мыслями лобызаем самого Христа или мученика его. Во всяком чествовании и поклонении, как я неоднократно говорил, должно испытываться намерение того и другого. В Вавилоне халдеи имели всякого рода музыкальные инструменты для служения идолам. И сыны Израилева из Иерусалима имели такие же инструменты, которые они повесили на ивах. У тех и других были и кимвалы, и цитры, и свирели, но одни употребляли они их в славу Божию, а другие на службу демонам. Такое же различие, полагая, и между иконами христианскими, идолами языческими. То есть, что сии сделаны в честь и память дьявола, а те во славу и память Божию. Епископ Сильвестр, богословский, православный опыт, том 5, стр. 243. Когда император Левый Саврянин возник гонения на святые иконы и стал именовать чтущих их христиан идолопоклонниками, Григорий, епископ Римский, писал в послании гонителю следующее. «Это не так, император, как ты говоришь. Иконы служат нам только средством для напоминания. Они пробуждают и возносят наш ленивый и неискусный грубый ум в горний мир, с предметом которого мы не можем не давать имен, названий и образов. Мы почитаем иконы не за богов, как ты говоришь, да не будет. Мы не на них возлагаем надежды. Если перед нами находится икона Господа, мы говорим, Господи Иисусе Христе Свяне Божий, помоги нам и спаси нас. А если перед нами икона Святой Его Матери, то мы говорим, Святая Богородица, Мать и Господа, будь нашей заступницей предсыном твоим истинным Богом нашим во спасение душ наших. Если же икона мученика, например, Стефана, то говорим, Святые Стефане, излившие кровь твою за Христа и имеющие пред Богом неразновение, как первомученик, будь нашим заступником. Так мы обращаемся ко всякому другому мученику. Вот куда воссылаем мы молитвы при посредстве икон. Когда икона Борис и император, подобно нашим сектантам, ложно утверждал, что на шести вселенских соборах не было святых икон, а ничего о них не говорилось, папа Григорий писал ему, «Император, ведь ничего не сказано и о хлебе, и о воде. Не сказано ведь, следует есть или не следует есть, следует или нет пить. Но ты давно уже знаешь, знаешь по преданию, что это необходимо для поддержания жизни». Так об иконах было известно по преданию. Сами архиереи приносили иконы на соборы, и ни один христолюбивый и боголюбивый человек, отправляясь в путь, не совершал своего путешествия без иконы. Так поступают люди добродетельные и богоугодные. Епископ Сильвестер, том 5, страница 248. Святой Ян Дамаскин, много пострадавший от иеретиков за защиту святых икон, пишет о них, «В деле об иконах нужно исследовать истину и цель того, что совершается. Если цель их истинная и правильная, и они служат к славе Бога и святых Его кревности в добродетели, к избежанию зла и спасению душ, то нужно принимать их и почитать, как изображения, подражания и подобия и книги для неграмотных, и напоминания, и поклоняться им, и лабызать, и приветствовать очами и устами и сердцем, как подобие воплотившегося Бога или Его Матери, или святых общников страданий и славы Христовой. Ибо как святыни и храмы демонов разрушали святые отцы, и на место их воздвигали храмы, и во имя Бога и святых, которых почитаем и мы, так уничтожали они изображения демонов, и вместо них воздвигали иконы Христа и Его Матери и святых. И мы чтим их. Третье защитительное слово, глава 9, страница 396. «Шестой Вселенский собор в 691 году имел суждение об изображении Спасителя и постановил изображать его только по человеческому естеству, а не в виде агнца, как некоторые тогда его изображали». Правило 82. Седьмой Вселенский собор сделал об иконопочитании следующее постановление. «Мы неприкосновенно сохраняем все церковные предания, утвержденные письменно или неписьменно. Одно из них заповедует делать живописные иконные изображения, так как это, согласно с историей евангельской проповеди, служит подтверждением того, что Бог – слово истина, а не призрачного человечесца и служит на пользу нам. На таком основании мы, шествующие царским путем, и следующие божественному учению святых отцов наших и преданию кафолической церкви, ибо знаем, что в ней обитает Дух Святый, со всяким тщанием и осмотрительностью определяем, чтобы святые и честные иконы предлагались для поклонения, точно так же, как и изображения честного и животворящего креста, будут ли они сделаны из красок или мозаических плиточек, или из какого-либо другого вещества, только бы сделаны были приличным образом, и будут ли они находиться во святых церквах Божиих, на священных сосудах или одеждах, на стенах или дощечках, или в домах и при дорогах, а равно будут ли это иконы Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, или непорочные владычицы нашей Святой Богородицы, или честных ангелов и всех святых и праведных мужей, чем чаще при помощи икон они делаются предметом нашего созерцания, тем более взирающие на эти иконы возбуждаются к воспоминанию о самых первообразах, приобретают более любви к ним и получают более побуждение воздавать им лапзания, почитание и поклонение, но никак не то истинное Богопоклонение, которое по вере нашей превеществует одному только божественному естеству. Они возбуждаются приносить иконам семью Ам в честь их и освящать их подобно тому, как делает это и в честь изображений честного жертворящего креста, святых ангелов и других священных приношений, и как по благочестивому внушению делалось это обыкновенно и в древности, потому что честь воздаваемой иконе относится к ее первообразу, и поклоняющаяся иконе поклоняется существу изображенного на ней. Такое учение содержится у святых отцов наших, то есть по преданию Кафолической Церкви, в которой Евангелие преемственно переходило от одного отца к другому. Деяния Вселенских Соборов, определение 7-го Вселенского Собора, том 7-й, страница 592-я. Восточные патриархи в своем послании, защищая иконопочитание против нападок лютеран, пишут следующее, «Если некоторые за поклонение святым иконам упрекают нас, выдало поклонствие, то мы такой упрек считаем пустым и нелепым, ибо мы никому другому не служим, а только единому в Троице Богу. Чествуй же святых, как рабов Божиих, мы чествуем святые иконы относительно чествования икон, относив первообразом, ибо кто поклоняется иконе, тот поклоняется первообразу. А что еще от апостольских времен, святые икон употреблялись в храмах, и верующие поклонялись им, о том повествует весьма многие, вместе с коями, и Святой Вселенский Собор постыждает всякое юридическое кощунство. Вместе с Сим Собором и мы предаем анафеме тех, которые или святому, или ангелу, или иконе, или кресту, или мощам святых, или другому чему, или икона небеси и горе, или икона земли и в море, воздают такую честь, какая прилично единому в Троице Богу. «Равно анафематствуемы тех, которые поклонение иконам называют идолослужением, и потому же, потому не поклоняется он им, не чтут креста и святых, как заповедовала церковь». Страница 40, 42. Священное предание говорит, что евангелист Лука был живописец и написал иконы спасителей Бога Матери. Говорит предание о том, что сам Христос подарил Авгарю, царю Эдейскому, нерукотворенный образ свой. Об этом пишет армянский церковный историк Моисей Харенский, живший до отделения армянской церкви от Восточной, в 460 году, и церковный историк епископ Евсевий, живший еще раньше его. Наконец, сама земля, говорит против сектантов иконоборцев, ибо и теперь при раскопках в римских катакомбах, то есть пещерах, где первые христиане, укрываясь от гнавших их язычников, совершали богослужения и хоронили теломучеников, находят иконы спасителей и изображения Честного Креста Господня. Из ревнейших икон, найденных учеными-археологами при раскопках катакомб или подземных храмов, обращает на себя особенное внимание следующее изображение спасителей, найденное в катакомбе Каллиста, относимое учеными к концу 2-го или началу 3-го века, а также изображение разных евангельских событий и жизни Христа, как то поклонение волхвов, чудесное притворение воды в вино, исцеление слепорожденного и другие, найденные тоже в катакомбе Каллиста и относимые к тому же времени. Найденные в катакомбах Каллиста, Дометила и Прискила, относимые к концу 2-го и к началу 3-го веков, иконы Святого Семейства, Благовещения, изображения Петра и Павла, предхозаветних прадцев, патриархов, пророков и некоторых новозаветних мучеников. Но самые древние иконы, которые ученые относят к 1-му веку христианства, это образ Бога Матери, держащий на руках предвечного младенца со звездой наверху иконы. Все эти изображения, добытые при раскопках подземных древнейших христианских храмов, с неопровержимой очевидностью убеждают нас в существовании святых икон самые первые времена христианства. Итак, в защиту святых икон говорит и Священное Писание, и Священное Предание, и сама Мать-Земля, сохранившая нам их от первых времен христианства, говорит за них наш разум и сердце наше. О Святом Кресте и Крестном Знамении «Когда я вознесен, буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Иоанна 12.32 «Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Иоанна 3.14 «Я не желаю хвалиться разве только Крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят и я для мира». Галатам 6.14 «Слово о Кресте для погибающих есть юродство, безумие, а для нас, спасаемых, сила Божия» 1 Коринфянам 1.18 «Для своих знамений и чудес, для откровения своей божественной воли, для помощи и спасения людей Господь часто употребляет обыкновенные предметы, иногда даже презираемые людьми. Так, например, в Ветхом Завете при выходе евреев из Египта Моисей жезлом разделяет море и они переходят среди вод по суше. Спасаясь от египтян, которые, преследуя евреев, находят себе смерть в водах моря, соединенных тем же жезлом». Исход 14.15 «Жезлом же потом в пустыне чудесно низводит он из скалы воду и встомившуюся от жажды народу». Исход 17.1 «Еще позже Бог открывает народу свою волю среди сделанных руками людей изображений двух херувимов, исход 25.18 «Через которое совершает великие чудеса, разделяет воды Иордана» Иисус Новин 3.14 «Разрушает стены Иерихона» Иисус Новин 6.1 «Ниспровергает идолов и наказывает язычников» 1.5 «Погубляет смертью за непочтение к ним десятки тысяч израильского народа» 1.6 6.19 «Умерщляет дерзновенного Олзу и благословляет своей милости дом благочестивого Авидара Гесианина» 2.6 И в Новом Завете Господь подает свою милость людям не только через возложение своих причистых рук Лука 13.13 и рук своих учеников Диане 5.12 через свою и их одежду Матфея 14.36 Диане 19.11 или через помазание Иелеем Марка 6.12 но даже через тень апостола Петра Диане 5.15 даже через брение и сплюновение Диана 9.6 наконец уничижив себя самого приняв образ раба Филиппийцам 2.7 Христос спасает людей посредством прежде бывшего у людей позорного предмета посредством Христа убив вражду на нем пролитой за грехи всего мира причистой своей кровью если расцветший жезл Аронов если херувим и слава осеняющее чистилище было великой святынею если мы имеющие чудодействие на одежду Христа и святых апостолов тоже благоговели бы перед нею то сколько больше мы должны любить и почитать крест Христов это обогренно его при чистой крови знамя победы над дьяволом это великое орудие нашего спасения и примирения с Богом еще в Ветхом Завете были прообразования и предсказания о кресте спасителя как о победном его знамени и орудии нашего спасения так например Яков несмотря на замечания Иосифа благословил сыновей его крестообразно Моисей молящийся в крестообразном положении тела дарует народу своему победу над врагами и медные змеи вознесенные Моисеем на знамя в пустыне исцеляет укушенных змеями и с верой обращавшиеся к нему взоры из израильтян каковое событие сам Христос уподобляет своему вознесению на древо крестное для спасения всех верующих в него и действительно святой крест благословенное древо ибо через него совершена великая правда совершено оправдание и спасение всего мира через святой крест Христос оправдал нас перед Богом 1 Петра 2.24 и примирил нас с ним Колоссиным 1.19 посредством святого креста спаситель избавил нас от власти дьявольской Колоссиным 2.4 убив вражду на нем Ефесянам 2.16 но кроме этого крест Христов великая святыня еще и потому что на нем висело причистое тело Христа он обогрен причистою кровью его если место купины где явился Бог Моисея назван святым исход 3.1 и кивот щерувим уме где Бог открывал людям свою волю назван святыне великою исход 30.28 если ветхозаветний жертвник на котором приносились кровавые жертвы животных не уничтожавшие грехи Евреям 10.11 и все принадлежности его и умывальник и подножие его были тоже святыней великою исход 30.28 Матфея 23.21 так что все прикасающееся к ним освящалось то несравненно более великое нас освящающая святыня крест Христа как жертвенник на котором закон спаситель мира принесший себя в жертву чтобы подъять грехи многих Евреям 9.28 дабы мы в нем сделались праведными пред Богом 2.Коринфян 5.21 Хрест Христов прославил его Яна 17.1 1.5 Лука 24.26 Филипписам 2.8 ибо он пострадал не за свои грехи которых у него вовсе не было Петр 2.21 а по любви к нам 1.Яна 4.9 и за грехи наши поэтому святой апостол ничем не хотел хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа Галатам 6.14 поэтому и христиане первых яков были гонимы за крест Христов и только погибающие враги креста Христова Филиппийцам 3.18 не почитали его за святыни ибо говорит святой апостол слово о кресте для погибающих есть безумие а для нас спасаемых сила Божия 1.Коринтянам 1.18 почитательное поклонение кресту есть тоже идолопоклонство запрещенное первое и второе заповеди исход 24 и осуждаемое Богом через пророка Иринию 2.18 уставы уставы народов пустота вырубают дерево в лесу обделывают его руками плотника при помощи топора покрывают серебром и золотом прикрепляют гвоздями и молотом чтобы не шаталось Иринии 10.3 все заповеди Господни нужно понимать не только по букве а и по духу ибо буква убивает а дух животворит 2.Коринтянам 3.6 если понимать по букве например заповедь 4 как понимали ее книжники фарисеи Иоанн 5.16 Марка 3.2 то в субботу нельзя делать никаких дел не только злых или безразличных но даже и добрых а если понимать ее по духу то мы в субботу не только можем а и должны совершать во славу Божию и без спасения души всякие добрые дела Матфея 12.10 по духу же а не только по букве нужно понимать и первые две заповеди Моисея в них запрещается идолопоклонство то есть поклонение изображения вымышленных богов ибо такое поклонение удаляет людей от истинного бога заставляя их кланяться твари вместо творца но этими заповедями вовсе не запрещается поклонение изображением бога истинного которое приближает ум и сердце человека к нему как своему владыке и творцу воздвинутый Моисеем в пустыне медный змей прообразовавший собой распятого на кресте Мессию Христа не удалял от бога из раэльтиана приближал к нему почему всякий ужаленный змей змеей взглянул на медного змея оставался жив чисто 21 8 так такой же духовной жизни исцеление дает христианину взгляд его веры на святой крест обращая его душу к распятому на нем и во поклонении кресту Христову не удаляет человека от бога а напротив приближает к нему вознося ум и сердце к тому кто пострадал на кресте за грехи всего мира говорит Иоанн Златоуст беседа 27 на Евангелие Тьяна том 8 страница 174 что касается приводимого сектантами места из пророка Иеремии то оно относится не к христианам а к язычникам стих 2 и говорит не о кресте а об языческих идолах нельзя почитать крест ибо он осквернен грехами Он Христос грехи наши сам вознес телом своим на древо дабы мы избавившись от грехов жили для правды ранами его вы исцелились 1 Петра 2 24 истребив учением бывшее нас рукописание которое было против нас Он взял его от среды и пригвозил ко кресту Колосиным 2 14 для всякого должно быть понятно что слова святого апостола грехи наши сам вознес телом своим на древо и рукописание пригвозил ко кресту убив вражду на нем 15 2 14 нужно понимать не в буквальном а в духовном смысле ибо грехи не какие-нибудь это видимая вещь которую можно взять в руки возложить на тело и понести как и вражду нельзя убить каким-либо видимым оружием равным образом и вещественного рукописания о наших грехах в виде например бумаги которые можно пригвозить ко кресту где бы они остались как рассуждает по-детски сектанты конечно не было в своих словах апостол проводит ту мысль что пострадав телом на кресте Христос принял на себя грехи всего мира все ветхозаветние люди должны были исполнить весь закон Галатам 5 3 и не исполняя его были постоянными должниками пред Богом ибо написано проклят всяк кто не исполнит всего что написано в книге закона Галатам 3 10 но Христов заплатил Богу долги людей кровью своей пролитой на кресте где было уничтожено истреблено исполнившимся учением Христа о себе как Мессии и Спасителе мира бывшее против нас рукописание то есть весь обряд ветхозаветний писанный закон всегда служивший доказательством грехов людей не могших исполнять всех его предписаний теперь благодаря крестным страданиям Христа мы уже не под законом но под благодатью Рима 6 14 если же объяснять рассматриваемые слова апостола Павла как это делают сектанты буквально то кроме вышеобъясненной нелепости получится еще кощунство и богохульство ибо если грехами осквернен крест на котором висел Христос то осквернено и тело его и учение его ибо сказано что грехи он вознес телом своим а истребил их учением своим не место греху там где пребывал Сын Божий не могут оставаться грехи на кресте омытым причистой кровью Христа следовательно слова он грехи наши сам вознес телом своим надрево истрелив учением бывшее нас рукописание привозил его ко кресту нужно понимать духовно то есть в том смысле что Христос крестный смертью уничтожил все наши грехи освободив нас от убивающей буквы ветхозаветнего закона как ясно учит святой апостол в другом своем послании когда говорит что Христос разрушил стоявшую между Богом и людьми преграду упразднив вражду плотью своею а закон заповедей учением дабы из двух создать в себе самому одного нового человека устрояя мир и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста убив вражду на нем эфесянам 2 14 всякий крест есть виселица следовательно и крест на котором повешен был Христос проклят если в ком найдется преступление достойное смерти и он будет умершлен и ты повесишь его на дереве то тело его не должно ночевать на дереве но погреби его в тот же день ибо проклят пред Богом всякий повешенный на дереве второзаконие 21 22 Христос искупил нас от клятвы сделавшей за нас клятвою ибо написано проклят всяк висящий на дереве Галатам 3 13 а это рукотворенная проклята и само и сделавший его за то что сделал а это тленное названо Богом при мудрости 14 18 приводимые сектантами места и старозакония и спасания Галатам говорят совсем не о том о чем думают сектанты ведь в них ясно говорится что проклято не дерево а тот кто висел на дереве ни дерево ни крест а Христос сделался за нас клятвою называть всякий крест проклятым потому только что на нем висел повешенный преступник было бы так же бессмысленно как свалить вину в убийстве не на самого убийства а допустим на нож которым совершено преступление тем более нелепо именовать проклятым святой крест когда на нем висел не преступник а безгрешный спаситель мира обогревший орудие нашего спасения причистое своею кровью что касается места приводимого сектантами из книги премудрости Соломона то и оно совершенно не относится к святому кресту а говорит обыдолах ибо прямо сказано что то рукотворенное проклято которое названо богом а святой крест никогда ни один христианин богом не называл не называет когда ты видишь говорится в постановлении седьмого вселенского собора что христианин поклоняется христ кресту то знай что относят поклонение к распятому христу а не к дереву дерево может быть проклятым а может быть или благословенным что видно из предшествующего седьмого стиха той же ценностей главы книги премудрости Соломона где говорится благословенно дерево через которое бывает правда здесь говорится о всяком дереве что оно благословенно если через него бывает правда а не оно и вам ковчеги как думают сектанты ибо тогда было бы сказано не бывает а была правда крест Христов действительно и есть благословенное дерево и во все земное и небесное примирено с Богом Иисусом Христом Кровью креста его. Колоссянам 1.20 Посредством честного креста Христос совершил наше оправдание. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. 1 Петра 2.24 Посредством креста уничтожена преграда и вражда Бога к согрешившему человеку, которого Христос примирил с Богом посредством креста, убив вражду на нем. 1 Петра 2.14 Святой Иоанн Затаус, объясняя приводимые сектантами места Священного Писания, учит. Когда он, иудей, скажет тебе, каким образом проклятый может давать благословение, ты отвечай ему. Как же в пустыне, когда змеи кусали твоих предков, Моисей, сделав медное изображение змея, пригвоздил его ко кресту и сказал, «Всяк угрызенный змеей пусть посмотрит на змея и спасен будет». Число 21.8 «Разве ты не слышал, как Бог говорит змею, проклят ты от всех зверей земных?» Каким же образом изображение проклятого доставляло жизнь вашим предкам? Спрошу самого законодателя, «Скажи, невернейший служитель Божий, а зачем ты делаешь то, что запрещаешь, изготавляешь то, что порицаешь? Говоря, не сотвори образ вырезанного, изгоянного ты делаешь изгояния змея?» То отвечает он, «Я узаконил, чтобы устранить повод к нечестию и предохранить народ от всякого идолослужения. Теперь же я отливаю змея, чтобы предначертать образ домостроительства крестного, предуравнивая путь апостолам, предуготовляя великий и дивный символ креста». Том 6, страница 82, 821. «Проклятым и оскверненным крестом апостол не хвалился бы, а он так говорит о Святом Кресте. Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Великий грех после этого называть проклятым тот крест, которым совершено наше оправдание и спасение, который омыт и освящен честной кровью Спасителя мира. Сам Христос сравнивает свое висение на кресте с вознесением на древо медного змея в пустыне Моисеем. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому». Медный же змей был повешен на дерево, которое называлось знамением. «Сделай себе медного змея и выставь его на знамя». «И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя». Число 21.8 Следовательно, по словам самого Христа, «Медный змея прообразовал собой распятого Христа, а знамя его честный крест. И как всякий ужаленный змеёй, взглянув на медного змея, оставался жив». Число 21.9 Так и чествующий с верой крест Христов получает исцеление своих телесных и душевных немощей не от самого Христа, а от того, кто на нём пролил за нас предчистую кровь свою. Святой Иоанн Златоус, объясняя числа 21.8, учит. «Уже ли нельзя было прогнать змей, нельзя было истребить, нельзя было исцелить словом? Но как слово Божие могло источить воду из скалы? Скала же не раньше повиновалась, чем увидела знак креста? Так и здесь. Оно могло прогнать змей, но змеи не раньше были укращённы, чем увидели образ креста, умертвившего жала демонов. Знамя Христовы или крест Христов явятся на небе при кончине мира. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные». Макфея 24.30. «Восплачутся тогда и все враги креста Христова, но будет уже поздно». «Господь отверг почитание медного змея, уничтоженного царём Езекии. Он истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израевле кодили ему и называли его Нехуштан. 4 царство 18.1. Следовательно, нельзя почитать и крест, которому кодят христиане. Если медный змей, исцелявший израильтян, хранился в храме Божием, то, следовательно, он считался святыней. Уничтожен же был медный змей Езекии вместе с идолами, потому что евреи стали боготворить его, считать его за бога Нехуштана. Православные русские люди все свято чтут святой крест Христа, поставляя его для воспоминания о нашем Спасителе даже при дорогах в глухой степи. Но когда, например, во время польского восстания поляки ставили при дорогах кресты как условные знаки о местах собрания мятежников, русские уничтожали эти кресты, ибо они являлись уже не благословенным древом, через которое бывает правда, а древом, призывающим людей к мятежу и насилиям и убийствам. Так и медный змей. Пока служил у евреев прообразом Христа Мессии, до тех пор он сохранялся при храме как великая святыня. Когда же евреи стали кланяться ему как Богу, змей как для спасения же душ заблудших был уничтожен. Что касается кождения, то не перед всяким предметом оно не угодно Богу. Запретив кодить идолам, Господь делает, например, такое повеление. Поставь золотой жертвенник для курения, перед ковчегом откровение. Исход 45. Каждением пред Христом ему воздается не божеское поклонение, а воздается такая же честь, как святым иконам, святому Евангелию и прочим христианским святыням. Ибо, почитая крест, мы почитаем распятого на нем Христа и его за нас страдания. Мы почитаем крест, как жертвенник Христа, который однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. Евреям 9, 26. Ибо Сына Своего, не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех. 2 Коринфянам 5, 21. Жертву без жертвенника не бывает. Следовательно, если Христос жертва, то и его жертвенник крест святой. И если ветхозаветний жертвенник, на котором проливалась кровь животных, был святыня великое, и все прикасавшееся к жертвеннику освящалось, исход 29, 37, то тем более великое святыня, новозаветний жертвенник крест Христов, освященный пролитою на нем кровью Спасителя мира. Под крестом, которым хвалился апостол и который он считал святыней, нужно разуметь не вещественный, а духовный крест, то есть терпение и страдание. Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Марка 8, 34. Ибо кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Матфея 10, 38, 16, 24, Лука 14, 26. В приведенных местах Священного Писания говорится не о Христовом кресте, а о нашем. Возьми крест свой. Кто не берет креста своего. Под этим крестом действительно нужно разуметь крест духовный, который каждый из нас должен нести безропотно, кому какой Бог послал. Но у Христа, кроме духовного, был еще и вещественный крест, который он нес, на котором был распят и умер. И взяли Иисуса и повели. И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски, Голгофа. Иоанна 19, 17. Выходя, они встретили одного кириньянина по имени Симона, всего заставили нести крест его. Матфея 27, 32. Марка 15, 21. При кресте Иисуса стояли матери его и сестра матери его. Иоанн 19, 25. Спаси себя самого и сойди со Христа. Глумились над Христом враги его. Марка 15, 30. Всякому понятно, что когда говорится здесь о кресте Иисуса Христа, то, разумеется, крест его не духовный, а вещественный. Ибо, например, Симон не духовный крест Христа нес, а вещественный, деревянный, на котором он распят был, и при котором стояли матери его и другие. Этим же вещественным крестом Христа, а не одними его страданиями, хвалился и апостол Павел. А об этом же, вовсе не о духовном кресте, говорит святой апостол, когда учит, что Бог посредством Христа примирил с собой все, миросводорив через Него, кровью креста его, и земное, и небесное. Колоссинам 1, 20. Ибо духовный крест не может иметь никакой крови, вещественный же крест имел на себе ту, именно кровь Христа, которая лилась на Нем из причистых ран Его за грехи всего мира. Рассуждая далее не от Писания, а от головы своей, сектанты так говорят о Святом Кресте Христовом. Крест — это тот же эшафот, виселица. Можно ли честовать плаху, на которой умер дорогой мне человек? Могу ли я почитать, например, кусок дерева, которым убит мой брат или отец? Сравнение креста Христова с виселицей или другими орудиями смерти совершенно неудачное. Если бы моего брата повесили или убили за его преступление, то тогда виселица или другое орудие его смерти были бы для меня противны, не потому, что они нечисты сами по себе, а потому, что напоминали бы мне о тяжком позоре для всей моей семьи. Но если бы враги брата моего повесили или убили его за правду, например, за Родину, за веру, за царя нашего, я бы считал и виселицей и другое какое-либо орудие, каким его умертвили, дорогими для меня предметами, принесшими и убитому, и мне, и моей семье, вместе с горем и славу. Если не в сил бы их, как святыню, то только потому, что, допустим, на виселице пострадал, хотя и невинно, все же небезгрешный человек, грех же Христос принес Спасителю не позор, а великую славу. «Отче», — говорил Христос, «пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Иоанна 17, 1. «Не так ли, — говорит после своего воскресения Спаситель, — надвижало пострадать Христу и войти в славу свою?» Лука 24, 26. «Сравнивать кощунственность Святой Крест безгрешного Христа свиселит своего преступника. Может только человек, неверующий или не умеющий отличать священное от несвященного, и нечистое от чистого» Лука 10, 10. «Нужно Христа почитать, а не Крест». Мы почитаем не только Христа, а и орудие совершенного Христом спасения, как и в Ветхом Завете израильтяне по силе не только Давида, победившего Голиафа, но и тот меч, которым он поразил селестимлянина. И несмотря на то, что этот меч обогрён был кровью язычника, он как орудие победы над врагом, сохранялся в храме, завёрнутый в особую одежду позади Ефода, священной одежды. 1 Сарв 17, 51, 21, 9. «Тем более достоин почитания Крест Христов, как орудие победы над врагом всего рода человеческого, дьяволом, как обогрённый, причисленный в крови Христа». Тогда почитайте не только Крест, а и гвозди, и молоток, и первосвященников, и Пилата, и Иуду, и воинов, ибо и они послужили к прославлению Христа. Всякое дело оценивается не только само по себе, но и по той цели, для которой совершаются. первосвященники, учители и убийцы. Что касается других, бывших на Голгофе орудий страданий и смерти Христа, гвоздей, молотка, тернового венца и прочее, то и они для нас великая святыня, как предметы, прикасавшиеся к причистому телу Христа, и обогрённые святою кровью Его. Но мы не чтим их изображений поклонениям, ибо о них не было прообразов, как о Святом Кресте в Ветхом Завете. И потому что нигде в Писании не сказано, примирённым посредством гвоздей, или умиротворённым посредством молотка, или примирённым посредством тернового венца, а только сказано, что умиротворённым кровью Креста Его, в Колосте 1.20, примирённым посредством Креста, что убита вражда на нём, на Кресте. И святой апостол хвалится только Крестом Господа нашего Иисуса Христа, Галатам 6.14. Вот почему. Мы воздаём поклонение только Кресту нашего Спасителя. Православные делают крест для напоминания о страданиях Христа, тогда как нужно этот крест сердца носить, а не иметь перед глазами. Без сомнения, люди должны всегда носить в сердце образ страдавшего за них Спасителя. Но как в Ветхом Завете людям для постоянного напоминания о Боге и Его законе нужны были вещественные знаки на руках, на косяках дома и на воротах в Тарзаконе 6.6, и даже на краях одежды числа 15.38, так и в Новом Завете. Нужно для поглощённых суетой жизни людей постоянное вещественное напоминание о страданиях Христа, как и премудрый Соломон учит, говоря о медном змее, прообразовавшем собой Святой Крест Христов. Они, израильтяне, были смущёны на краткое время для вразумления, получивших знамение спасения медного змея на воспоминания о заповеди закона Твоего, ибо обращавшийся взором к змею исцелялся не тем, на что взирал, но тобою, спасителем всех. Премудрость Соломона, 16.6. Если можно почитать Крест, тот только подлинный, тот именно, на котором был распит Христос и по которому лилась кровь Его, а не кресты, делаемые теперь людьми, часто даже грешными. Подлинный Крест Христов, частицы которого находятся у верующих разных концов мира, конечно, пользуется большим почитанием, большим, чем изображение Его, имеющееся у каждого истинного христианина. Но это вовсе не значит, что не должно чтить последних, в особенности якобы потому, что они делаются руками грешных людей. Неправо мудрствующим сектантам нужно отказаться и от тех Библий, Евангелий, какие они имеют у себя, ибо подлинных священных книг, написанных руками святых апостолов, у них нет. А если как книги напечатаны в типографиях обыкновенными грешными людьми, кто чтит подлинный Святой Крест Христов, тот будет почитать и всякое изображение Его, говорящее уму и сердцу о пострадавшем за нас Спасителе мира. Отвергнув почитание Святого Креста Христова, сектанты не признают и совершаемого верующими христианами Крестного Знамения, приводя против него ложно толкуемые ими места Священного Писания, несмотря на то, что еще в Ветхом Завете были прообразы не только Креста, но и Крестного Знамения. Вот и Пророк говорит, он, язычник, гоняется за пылью, обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души свои и сказать, не обманли в правой руке моей, Исайя 44-20. Пророк Исайя говорит здесь не о крестном знамении, которое в его время не могло быть, и о котором нельзя сказать, что оно как какая-нибудь вещь может находиться в правой руке человека, а говорит он об удале, который сделан плотником из выбранного им дерева, что видно из предшествующих стихов этой главы, особенно же из 14-15-17 стихов. Руки не могут служить для религиозных целей, ибо Богу должно поклоняться духом и истины, Иоанн 4-23. Потому святой апостол и говорит, Бог не требует служения рук человеческих, в деянии 17-24. Слова апостола Павла говорят вовсе не о крестном знамени, которого у афинян, как язычников, и не могло быть. А говорят вот о чем. Язычники верили, что их идол нуждается в пище и питье, почему и приносили то и другое, что обманывающие народ жрецы брали себе, говоря, что Боги поедают все им приносимое, как об этом считаем, например, в книге порока Даниила, которому царь говорил, не думаешь ли ты, что вилл неживой Бог, не видишь ли, сколько он ест и пьет каждый день? Даниила 14-1-22. Апостол Павел говорит афинянам, что Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет, и не требует служения, а не сложения, как часто читают сектанты, рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. Диане 17-24. Вот о чем говорит апостол Павел афинянам, а вовсе не окрестным знамени. А что и руки могут служить для целей религиозных и для молитвы. Доказательством этому дают нам сам Христос и его святые апостолы. Так, например, Христос возлагал на детей причистые руки свои, благословлял их, Марка 10-16. Он же, возносяясь на небо, подняв руки свои, благословил учеников своих, Лука 24-50. И святые апостолы ставили на служение священнослужителей церкви через возложение рук молитвою. Деяния 6-6-14-23 1 Тимофеевич 4-14-5-22. Еще псалмопевец говорит, что Бог принимает действие рук при молитве как жертву вечернюю. Во имя Твое вознесу руки мои, говорит он в одном псалме 62-5. И в другом так молится «Да направится молитва моя как семья пред лицо Твое воздъяние рук моих как жертва вечерняя». Салм 142. Наконец об употреблении при молитве рук ясно учит сам же апостол Павел когда говорит «И так желаю чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи воздевая чистые руки без гнева и сомнения» 1 Тимофея 2.8. Но когда святой апостол говорит что он желает чтобы люди и руки употребляли при молитве сектанты говорят иное а мы не желаем кто крестится рукой тот снова распинает Христа ибо невозможно говорит апостол однажды просвещенных и вкусивших дара небесного соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием когда они снова распинают в себе Сына Божий и ругаются Ему Евреям 6.4 Здесь речь не о христианах совершающих на себе крестное знамение а о людях отпадших от Христа которые ругаются Ему и таким образом снова распинают в себе Сына Божия речь о людях которые потеряв веру в Бога дошли до такого состояния что не только не верят в Него но и ругаются Ему то есть речь о безбожниках которые дошли до такого состояния что для них невозможно уже и покаяние они подобно братьям евангельского богача если бы кто из мертвых воскрес не поверят таким образом отношением к Богу они как бы вторично распинают в себе то есть в своих неверующих душах пострадавшего за них Христа православные же христиане совершают крестное знамение не в себе а на себе и совершая его не ругаются Христу а благоговейно молятся прославляют и благодарят его за все великие его милости и особенно за крестное страдание которое он понес за них и за грехи всего мира он понес снова вторично и распинать видимо Христа уже никто не может ибо он теперь с божественной своей плотью сидит на небесах во славе одесную Бога Отца крестное знамя это тоже что печать Антихриста о которой говорится в Откровении и он Антихрист сделает то что всем малым и великим богатым и нищим свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их и что никому нельзя будет ни покупать ни продавать кроме того кто имеет это начертание или имя зверя или число имени его здесь мудрость кто имеет ум тот сочти число зверя ибо это число человеческое число его шестьсот шестьдесят шесть Откровение тринадцать шестнадцать и третий ангел последовал за ними говоря громким голосом кто поклоняется звери и образы его и принимает начертание на чело свое или на руку свою тот будет пить вино ярости божьей приготовленное в чаши гнева его и будет мучен в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем и дым мучений их будет восходить во веки веков и не будут иметь покоя ни днем не ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертания имени его откровение четырнадцать дней только неверующие у которых бог века сего дьявол ослепил умы чтобы для них не воссиял свет благоествования о славе христа второе коринфянам четыре четыре каковым является святой крест его могут сравнивать крестное знамение с печатью антихриста они должны бы знать что само слово Божие различает две печати печать Божия и печать антихриста явившись перед кончиной мира чтобы губить верующих Сына Божия антихрист будет отвращать их от Бога и на совращенных ложит свою печать как на рабов своих святой Ипполит говоря об антихристе и тех кто уверует в него учит что он дает им знамение на десною руке и на челе дабы никто десною своей рукой не сотворил честного креста на челе своем рука его будет связана и потому не будет иметь возможности знаменовать своих членов слово об антихристе на обороте лист 131 но оставшиеся верными Богу будут иметь Божия печать и удостоверение того что они рабы Божии таковая печать была налагаема Богом на неверующих в него пред уничтожением неверных и в ветхом завете и сказал ему читаем у пророка из Икиля Господь пройди пройди посреди города посреди Иерусалима и на челах людей скорбящих воздыхающих о всех мерзостях совершающихся среди него сделай знак а тем сказал слух мой идите за ним по городу и поражайте пусть не жалеет ока вашей не щадите старика юношу и девицу и младенца и жен бейте до смерти но не троньте ни одного человека на котором знак из языки или девять три под от откровения 7 2 в другом месте откровения читаем и сказано было ей саранче чтобы не делала вреда траве земной никакой зелени и никакому дереву а только одним людям которые не имеют печати божией на челах своих откровение 9 4 сектантам невежественно сравнивающим крестное знамение с печатью антихриста нужно во первых помнить и то что антихрист будет действовать на земле всего три с половиной года откровение 13 15 а крестное знамение существует у христиан первых веков жизни церкви христовой во вторых о печати антихриста в откровении сказано что никому нельзя будет ни покупать ни продавать кроме того кто имеет это начертание а сектанты отвергающие святой крест и крестное знамение также свободно везде покупают и продают как и православные о каком кресте говорит нам священное писание священное писание говорит нам о двух крестах о кресте духовном под которым разумеется наше страдание наше терпение и о кресте вещественном том кресте на котором был растец спаситель мира были ли прообразования и пророчества о кресте в ветхом завете да были так когда к патриарху Якову говорит Тартулиан приведены были внуки его монахи Ефрем сыновья Иосифовы то он благословил их возложив им на главу и переменив руки можно сказать что переменив таким образом руки он вперед представил образы Иисуса Христа на кресте бытие 48 7 и 13 прообразовал крест Христов и Моисея крестообразным положением своего тела во время молитвы в битве с амаликитянами исход 17 8 13 не потому учится святой Иустин народ одержал победу что Моисей молился но потому что в то время как имя Иисуса было во главе битвы сам он делал знамение креста сочинение святого истинного мученика разговор с Трифоном юдиянином пункт страница 282 святой крест прообразовал собой знак сделанный в домах евреев в Египте кровью пасхального агнца для избавления первенцев от поражения смерти рукою ангела исход 12 7 как и знак сделан на телах людей божьих для избавления их от смерти языки или 9 4 ибо находящиеся в русской библии слова в приведенных местах сделай знак в библиях еврейской и греческой выражено словами сделай тав тав а тав это название еврейской буквы которая не только в еврейском но греческом римском самаританском и финикийском языках имела форму креста почему святой Варнавы говорит крест в образе буквы тав т должен был указывать на благодать искупления послание Варнавы глава 9 страница 38 по словам самого Христа медный змей повешенный Моисеем на знамени в пустыне прообразовал собой самого Христа следовательно само знамя прообразовало собою крест Христов на котором он был повешен как Моисей говорит спаситель вознес змею в пустыне так должно вознесено быть сыну человеческому дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную изображение змея братья учат святой Иоанн Златоуст служит образом домостроительства крестного творение Златоуста о кресте страница 882 И как всякий ужаленный змеями обращая свой взор на повешенного медного змея получав исцеление так и всякий ужаленный дьяволом с верой обращающий свой взор на изображение распятого Христа получает исцеление ибо говорит премудрый Соломон обращавшись исцелялся не тем на что взирал но тобою спасителем всех премудрость 16.7 как для каждого солдата полковое знамя святыня за которое он всегда готов умереть так и для каждого христианина великая святыня крест Христа его победное знамя если и весь полк на войне уничтожат а сохранится знамя сохранится и славное имя полка он снова составится из новых солдат но пропало знамя пропал и весь полк его распределят по другим полкам и само имя его с позором уничтожат солдат изменивший знамени своему уже не солдат его накажут самым строгим образом и христианин отказавшись от своего знамени от Христа святого уже не христианин и понесет тяжкое наказание на суде Христом как враг креста Христова филиппийцам 3.18 почему еще мы должны почитать крест Христов как величайшую святыню во-первых потому что крест есть жертвенник Христа а мы то его причистой кровью о Христе как жертве говорится в Писании что он однажды принес себя в жертву чтобы поднять грехи многих евреям 9.28 ибо Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти Римлянам 8.3 а где жертва там должен быть и жертвенник каким для Христа был крест его в ветхом завете жертвенник был великой святыней исход 29.37 Христос говорит что больше дар или жертвенник освящающий дар Матфея 23.19 если ветхозаветний жертвенник на котором проливалась кровь жертвенных животных была святыня великая если то место на котором явился ангел Иисусу Новин назван тоже святым Иисус Новин 5.15 то тем более великое святыня жертвенник новозаветный святой крест освященный висевшим на нем телом спасителя и обогренный причистою и драгоценную кровью Христа как непорочного и чистого агнца во вторых крест Христов послужил в славе Христа очень молился он предстраданиями на кресте пришел час прославь сына твоего да и сын твой прославить тебя Яна 17.1 не так ли говорит воскресший спаситель надлежало пострадать Христу и войти в славу свою Рука 24.26 Христос смирил себя быв послушен даже до смерти и смерти крестной посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени через страдания на кресте Христос получил славу а люди Духа Святого которого не имели до тех пор пока Христос не прославился на кресте и которого могли получить только после смерти на кресте спасителя я истину говорю вам лучше для вас чтобы я вошел пошел путем крестных страданий к Отцу ибо если я не пойду утешитель не придет к вам а если пойду то пошлю его к вам Яна 16.7 В-третьих посредством креста Христос совершил наше оправдание и примирение с Богом убив на кресте вражду истребив на нем бывшее против нас рукописание Он Христос грехи наши сам вознес телом своим на древо дабы мы избавившись от грехов жили для правды 1 Петра 2.24 Истребив учение бывшее о нас рукописание которое было против нас Он взял его от среды и пригвозил к кресту Колоссянам 2.14 Перед своими страданиями Христос говорит ныне князь мира сего издан будет вон и когда я вознесен буду от земли всех привлеку к себе все говорил он давай разуметь какой смертью он умрет Иоанна 12.31 Христос говорит Писание пострадал на кресте что примирить нас с Богом посредством креста убив вражду на нем христианам 2.16 ибо благоугодно было отцу чтобы в нем обитала вся полнота и что посредством его примирить с собой и все умирив через него умиротворив кровью креста его и земное и небесное Колоссянам 1.19 В четвертых крест святой это печать верных рабов Божиих о которой читаем в откровении следующее и видел я иного ангела восходящего от востока солнца имеющего печать Бога живого откровения 7.2 и взглянул я его там где стоит на горе Сионе и с ним сто сорок четыре тысячи у которых имя Отца его написано на челах и узрит лицо его имя его будет на челах их откровение 14.1 22.4 и христиане кладут на себе печать с именем Божиим когда начинает всякую молитву с совершением крестного знамени с произнесением слов во имя Отца и Сына и Святого Духа крест Христов как победное знамя Христа первый явится на небе со всем воинством ангельским озирая всю землю от концов и до концов ее паче светлости солнечной и возвещая пришествие владыки Христа тогда при кончине мира явится знамение Сына Человеческого на небе и тогда восплачутся все племена земные творения Ефрема Сирина Слово на честной животворящий крест часть 2 страница 395 вот почему мы почитаем крест Христов он слава Христова орудие нашего спасения и оправдания благословенное дерево через которое бывает правда премудрость 14.7 он печать Божия на рабах его вот почему и апостол Павел называя грешников врагами креста Христова Филипистам 3.18 говорит о нем я не желаю хвалиться ради только крестом Господа нашего Иисуса Христа Галатам 6.14 ибо учет святой апостол слово о кресте для погибающих есть безумие а для нас спасаемых сила Божия 1. Коринфянам 1.18 кто не примет для спасения печати Божией то примет для погибели печать Антихриста для освежения и укрепления нашей веры в распятую за нас Христа и для открытого перед всеми исповедания этой веры подобно первым христианам которые не только чтили Святой Крест но и были гонимы за Крест Христов ибо и Христос сказал всякого кто исповедует меня перед людьми исповедую я перед отцом моим небесным для этого мы изображаем на себе знамение креста только язычники евреи сектанты для которых как для погибающих слово о кресте есть безумие не творят крестного знамения все же христиане для которых слово о кресте есть сила Божия совершают крестное знамение с призыванием имени Божьего при молитве можно употреблять руки не только можно но и нужно этому научает нас само священное писание и словами и примерами так например патриарх Яков несмотря на замечания Иосифа крестообразно руками благословил сыновей в новом завете мы видим что сам Христос благословлял детей о почитании святого креста Христова учили многие отцы и учители церкви Христовой начиная с первых веков христианства святой Варнава один из 70 апостолов Христовых и спутник апостола Павла так пишет сохранившимся в церкви его послание о молитве Моисея во время битвы израильтян с молитетянами Моисей ставший выше всех простер свои руки и тогда Израиль одерживал победу а когда опускал руки вниз израильтяне были побиваемы для чего это для того чтобы они познали что им нельзя спастись если не будут уповать на крест спасание Варнава глава 12 страница 43 издание 1895 года святой Иустин ученик святого поликарпа Смирнского ученика святого Яна Богослова и мученик за Христа в своем разговоре с Трифоном и Иудеянином так пишет о силе Христа во время молитвы когда народ еврейский воевал с Амаликом и сын Нови называемый Иисусом управлял сражением то сам Моисей молился Богу распростерши руки свои на обе стороны Орже и Аарон поддерживали их весь день чтобы они не опускались от его утомления ибо если он что-нибудь опускал из этого знамения представлявшего крест то как написано в книгах Моисея народ был побеждаем если же он оставался в этом положении то Амалик был побеждаем и в той же степени и сильный имел силу от креста не потому народ одерживал победу что Моисей так молился но потому что в то время как имя Иисуса то есть в лице Иисуса Новина было во главе битвы сам он делал знамение креста Иисуса Мученика страница 282 пункт язычники на первой же порах христианства издевались над крестом и подобно нашим сектантам укоряли христиан в почитании креста называя их за это крестопоклонниками о чем свидетельствуют писатели этого времени Минуции Феликс Тартулиан и Ориген из них Тартулиан например так отвечал язычникам мы свободно простираем и поднимаем руки к небу подобно как Христос простер их на кресте и в этом уничиженном положении смело исповедуем Господа о молитве Господней глава 12 если нас христиан писал Тартулиан обвиняют в поклонении к кресту мы того не стыдимся Сильвестр епископ богослов том 5 страница 213 о почитании святого креста в первые века христианства свидетельствует и недавно открытое в Риме среди развалин дворца Цезарей сделано изучниками в насмешку над христианами изображение распятого Христа и стоящего под него христианина Алексамена с надписью Алексамен поклоняется своему Богу ученые археологи относят это изображение к концу второго и началу третьего века когда очевидно почитание изображения распятого Христа было у христиан во всеобщем употреблении почему язычники будучи врагами креста Христова и высмеивали его так грубо так учили о почитании креста Христова святые отцы и учители церкви в первые три века христианства когда христиане гонимые язычниками языческими императорами за крест Христов должны были по возможности скрывать от них почитание его но в начале четвертого века когда император Константин Великий уверовал во Христа и провозгласил христианство господствующую верою крест Христов стал открыто почитать со всеми христианами само принятие Константином Великим христианства произошло более под влиянием чудесно явившегося ему и его воинам на небе креста Христова предрешительной войной его с жестоким императором язычником Максентием об этом великом христианстве событии бывшем в 312 году современник святого Константина историк Евсевий передает следующее так как отец его Констанции чтил не языческих богов а единого верховного бога всяческих то и Константин начал призывать его просить и умолять чтобы он явился вразумил его о себе и в предстоящем деле войны простер ему свою десницу усердно вознося свои молитвы и прошения об этом царь получил удивительнейшее посланное от бога знамение так что и поверить было бы нелегко если бы говорил кто другой но нас клятвою уверял в этом сам победоносный царь когда спустя долго после того мы то есть Евсевий писали настоящее сочинение удостоились его знакомства и беседы посему кто останет сомневаться в истине сего сказания тем более что и последующее время было свидетелем его истины кто будет сомневаться однажды в полуденные часы дня когда солнце уже начало склоняться к западу говорил царь я собственными очами видел составившиеся из света и лежавшие на солнце знамение креста с надписью сим побеждай это зрелище объяло ужасом как его самого так и все войско которое само не знаю куда следовало за ним и продолжало созерцать явившееся чудо Константин находился однако в недоумении и говорил сам себе что бы значило такое явление но между тем как он думал и долго размышлял о нем наступила ночь тогда во сне явился ему Христос с виденным на небе знамением и повелел сделав знамя подобное этому виденному на небе употреблять его для защиты от нападения врагов встав вместе с наступлением дня Константин рассказал друзьям своим тайну и потом позвал мастеров умевших обращаться с золотом и драгоценными камнями сел сел между ними и описал им образ знамени приказал по подражанию ему сделать такое же из золота и драгоценных камней это знамя случалось видеть и нам то есть и все висов сельными очами этим спасительным знамением как оборонительным оружием всегда пользовался царь для преодоления противной и враждебной силы и приказывал во всех войсках носить подобное ему через 14 лет после явления святому Константину на небе креста Христова благочестивая его мать Елена предприняла путешествие по святым местам после долгих расспросов у местных жителей о месте погребения Христа по указанию в особом видении были найдены и вырыты из земли крест Христов и другие два креста распятых с ним разбойников историк созамен уроженец Палестины живший в первой половине пятого века так передает об обретении святого креста Христова нелегко было отличить крест Христов потому что надпись была сорвана с него и отброшена отчасти потому что три креста лежали в беспорядке да и какая нужда была воинам заботиться о расположении крестов в прежнем порядке когда они спешили окончить дело до вечера между тем как оставалось еще необъяснимым который крест Христов и настояла надобность в указании божественном а не человеческом случилось следующее воинам иерусалиме иерусалиме была однознатная женщина страдавшая тяжелой и неизлечимой болезни и близкая к смерти к ней пришел иерусалимский епископ Макарий в сопровождении матери царя и своих приближенных сотворив сперва молитву и дав знать зрителям что божественный крест должен быть тот который будучи возложен на женщину исцелит ее от болезни он начал возлагать на нее кресты один за другим когда возлагаемы были первые два с женой не произошло ничего важного и замечательного и она находилась уже при самых вратах смерти но как скоро коснулись ее третьим она вдруг открыла глаза и возвратив силу стала с постели здоровая таким же был воскрешен и мертвый кроме созамена о чудном обретении креста христова свидетельствуют жившие в четвертом веке святые отцы Амроси Медиаланский Иоанн Златоуст Павлин Епископ Нолы который говорит о воскрешении умершего Руфин и историк пятого века Сократ из многих свидетельств святых отцов церкви о почитании святого креста Христова приведем слова Иоанна Златоуста Итак да не устыдимся святых символов нашего спасения и да не оттолкнем от себя предавшись невоздержности пьянству и прожорливости великое основание благ которым мы живем и существуем но как венец понесем Христов крест то есть умертвим свои страсти ведь все у нас совершается через него надлежит ли возродиться является крест нужно ли питаться той таинственной пищей быть рукоположным или сделать что-либо другое всюду у нас знак креста поэтому с большой ревностью мы начерпуем его на жилище на стенах на окнах на челе и в уме это знамение нашего спасения всеобщей свободы и милосердия Господня потому он и назван печатью что им как бы некоторой царской печатью и перстнем запечатываем все божьи залоги какие мы не получили бы и уже ничто злое не дерзает приблизиться если мы вручим кому-либо власть над народом если возведем кого-либо в достоинство священства то после того как совершим бесчисленное множество молений и призовем сошедшую затем благодать духа запечатлеваем избранника крестом как бы запирая сообщенный дар в надежном казнохранилище таким образом крест употребляется и при священодействиях крест Христов меч и древо на котором закланный иудеями богоубийцами Христос разрушил дела дьявола и изложил самого дьявола пригвозив на нем то есть древе наши грехи по этой причине крест употребляется при священодействиях как бы некоторый меч царский бич поражающий прогоняющий всякий демонский набег и сатанинское нападение поэтому божественные священные учители как бы некоторые копьеносы предложат царский бич им прогоняет всякое неприятельское и враждебное войско уделяя божественные и царские дары лицам посвящающим таинство и вместе с ними воздавая почитание царю Христу творение златоуста том 3 страница 912 существующий у христианстана обычай носить крест на шее тоже весьма древний так например о святом великомученике Прокопе известно что он носил на груди святой крест из золота и серебра по подобию явившегося ему на небе ночью на пути по антиохию Сирскую память 8 июля в житии мученика ареста вот что об этом говорится святой арест служил в военной службе однажды военачальник Лиси потребовал чтобы арест показал свое искусство в бросании копья в цель в связи сильного движения руки носимый на груди святого мученика крест высунулся наружу и таким образом обнаружилась принадлежность ареста к христианству увидев крест язычник Лиси обратился к святому аресту с вопросом разве ты из числа тех которые веруют распятому да я раб господа иисуса христа владыки моего и это его знамение ношу на отгнание всех зол находящих на меня отвечал смело арест и претерпел мучения за имя Христова 13 декабря оба навсегда на сердце твое обвяжи ими шею твою когда ты пойдешь они будут руководить тебя когда пробудешься будут беседовать с тобою Рича 6 20 о силе крестного знамения и совершении его христианами мы имеем свидетельства идущие от времен апостольских так например святой апостол Ян Богослов по сказанию Прохора ученика его знаменем креста некогда исцелил лежащего на припути больного человека некто благочестивый Ир по наставлению святого апостола Филиппа на сердце своей рукой образ креста Христова на поврежденных членах недужного аристарха и тотчас усохшая рука исцелела око прозрело слух открылся и больной стал здоровым 14 ноября святая первомученица Фиокла ученица святого апостола Павла осенила крестом множество дров и хвороста собранного под нею насажение ее и огонь не дерзнул прикоснуться к ее телу 24 сентября а святой мученике Ермии о святом повествуется что когда ему дали выпить яд он помолился Богу осенив чашу крестным знаменем выпил и остался жив это было около 166 года 31 мая то же самое говорится о святом епископе Иулиане жившем в первом веке 13 июля память святой Авдон и Сенис около 251 года обреченные на сидение зверям изобразили на себе крест и лютые звери подобно кротким агнцам лобызали ноги их 30 июля в житии святого преподобного Никона говорится следующее воспитанный отцом в языческой вере несмотря на старания матери он не хотел перейти в христианство однажды отпуская его на войну мать на прощание сказала ему сын мой если на войне случится тебе быть в опасности то оградись крестным знаменем тогда не поразить тебя ни копье ни меч вспомнил Никон слово матери когда в пылу сражения очутился в неминуемой беде был окружен неприятелями совершил крестное знамение и остался победителем 23 марта царь Тулиан говорит одной женщине желавшей выйти замуж за язычника можешь ли ты укрыться от мужа язычника когда крестишь постель и тело свое страница 219 послание к жене он же пишет о крестном знамени при всяком успешном предприятии при всяком приходе и выходе при одеянии и обувании при банях при столах при лампадах на ложах и седалищах то есть садясь и ложась и при всяком деле мы начертываем на челе знамение креста о венце воина его же глава 3 истинное же отличительное знамение христово учит святой Кирилл Иерусалимский есть крест святовидное знамение креста предшествует царю прежде распятому конечно для того чтобы злоумышлявшие и пронзившие его прежде иудеи увидев восплакали по племенам и племенам Кирилл Иерусалимский 15 согласительное слово пункт 22 страница 261 он же святой Василий Великий говоря о крестном знамени как установление апостольского мучиц из загматов и проповеданий соблюдаемых в церкви иные имеем в учении изложенном в писании а другие дошедшие до нас от апостольского предания прияли мы в тайне но те и другие имеют одинаковую силу для благочестия и никто не оспаривает последних если хотя несколько сведущих в церковных постановлениях ибо если бы мы взумали отвергнуть неизложенные в писании обычаи как не имеющие большой силы то неприметным для себя образом исказили бы самое главное в Евангелии лучше же сказать обратили бы проповедь в пустое имя например напомяну сначала первым и самым общим кто возложивших упование на имя Господа нашего Иисуса Христа письменно научил знаменовать себя крестным знамением какое писание научило нас в молитве обращаться к востоку благословляем мы воду крещения или помазаний даже самого крещаемого по каким изложенным в писании правилам откуда троекратное погружение крещаемого человека творение Василия Великого страница 269 о Святом Духе о совершении христианами крестного знамени есть свидетельство и от внешних так в одном ученическом акте язычник говорит следующее я потому знаю что они христиане что они каждую минуту делают на своих членах знамение креста Святой Иоанн Заталус говорит будем носить и почитать крест Христов что для нас нужно нужно ли родиться в крещении предлагается нам крест хотим ли напить таинственные пищи напитать нужно ли принять рукоположение или другое что сделать везде предстоит нам этот знак победы потому то мы со всяким чанием начертываем его и на домах и на стенах и на дверях и на челе и на сердце крест есть знамение нашего спасения общей свободы и милосердия нашего владыки который как овца был введен на заклание Исаии 53 7 потому когда знаменишься крестом то представляй все значение креста творение творение святого Иоанна Златоуста страница 558 на Евангелии от Матфея том 7 о почитании святого креста находим указание в правиле шестого вселенского собора который повелел поелик у животворящий крест явил нам спасение что подобает нам всякое тщание употребляти да будет воздаваема подобающая честь тому через что мы спасены от древнего грехопадения посему и мыслью и словом и чувством поклонение ему принося повелеваем изображение креста начертываемое некоторыми на земле совсем изглаждати дабы знамение победы нашей не было оскорбляемо по пираниям ходящим и так отныне начертывающих на земле изображение креста повелеваем отлучати правило 73 о почитании святого креста учит и седьмой вселенский собор пока два куска дерева составляющие крест сложены крестообразно до тех пор я поклоняюсь этому образу ради распятого на нем христа а когда они отделены друг от друга я бросаю и сожигаю их как получающий царский указ и целующий печать чтить не пылью бумагу или свинец но относит почтение и поклонение к императору так и мы дети христиан поклоняясь изображению креста не древесную природу почитаем но взирая на крест как на печать и образ страдания христова возносим через него целование и почитание к распятому на нем потому когда видишь что христиане поклоняются кресту то знай что они относят поклонение к распятому христу а не к дереву если бы они почитали естество дерева то они поклонялись бы всем деревьям и рощам как и ты Израиль когда поклонялся им говорил дерево и чурбану ты мой бог ты родил меня но мы не говорим ни кресту ни изображению святых вы боги наши потому что они не боги наши но иконы христа и святых его которые употребляются для воспоминания и почитания святых вселенский собор том 7 страница 270 закончим доказательства почитания святого креста христовый употреблений крестного знамения прекрасным наставлением святого Кирилла Иерусалимского какой он преподает в своих огласительных поучениях верующим готовящимся принять святое крещение не устыдимся креста христова но если иное скрывается ты явно напечатлевай на челе чтобы демоны видят царское знамение трепет и бежали далеко прочь твори же знамение сие когда ешь пьешь садишься ложишься встаешь говоришь ходишь одним словом при всяком деле ибо кто распят здесь тот горе на небесах если бы распятый и погребенный остался во гробе то имели бы мы причину сцедиться но теперь распятый на этой голгофе зашел на небо селенской горы которой на востоке в тринадцатом же слове он говорит не стыдимся исповедовать распятого с дерзновением да будем налагаем будет налагаем оперстами печать то есть крест на челе и на всем на вкушаемом хлебе на чашах с питьем на входах и исходах перед сном когда ложимся и когда встаем бываем в пути и покоимся это великое предохранение доставляемое бедным даром немощным без труда потому что от Бога благодать сия знамение верных страх демонам итак прими сперва несокрушимое основание крест и созидая все прочее на вере свидетелями креста имеешь двенадцать апостолов и вселенную и мир верующих в распятого за человеков спасительный победный памятник Иисуса в крест собрал всех он до сего дня врачует болезни он до сего дня отгоняет бесов не излагает чародеяние и обаяние волшебства он паки снова явится с Иисусом в небес творение Кирилла Иерусалимского 13-17 огласительные слова издания 1855 года о святых постах православной церкви Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола и постивший сорок дней и сорок ночей напоследок взалкал Матфея 4-2 сей же род дьявол изгоняется только молитвою и постом Матфея 17-19 придут дни когда отнимется у них жених и тогда будут поститься в те дни Марка 2-20 во всем являем себя как служители Божии в трудах в бдениях в постах 2-й Коринфянам 6-5 пост так же стар по времени как и само человечество ибо он установлен еще в раю когда заповедовал Господь человеку в раю говоря от всякого дерева в саду ты будешь есть а от дерева познания добра и зла не ешь от него Бытие 2-16 нарушение райского поста повлекло за собой великие для человека последствия изгнание его из рая проклятие его и произраставшей ему плоды земли и лишения болезни борьба плоти с духом отчуждение от Бога рабство дьяволу и смерть после грехопадения человека пост для всего человечества стал еще более необходим ибо воздержанием от дозвольного в мгновенное время пищи человек легче достигает сознания своей греховности и зависимости во всем и даже в самом необходимом как пища от творца своего получает от Бога помощь в борьбе с плотью которая часто желает противного духу Галатам 5-17 заболевает избавлäss ум любви